МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь мы, конечно, обращаем внимание полностью на комбинацию и на Розак Семирова, который делал паузу в средней зоне, и на Ислама Хасанова, который делал последнюю передачу на Ахмедвалива. Строчкой выше расположился Григорий Несветаев. Это, кстати говоря, шайба из того же противостояния, только на этот раз шайба кокиста Белых Медведей. И вот так Несветаев получил передачу на ближней штанге от Демида Мансурова и попал в ближний от вратаря угол. Далее похождение с КАН 19.46 на Дальнем Востоке. И вот такая шайба прямо сейчас. Алексей Ашбисов, смотрите, на замедленном повторе прорвался между двоих. Что интересно, дальше прорвался на пятак опять между двоих. И что еще интереснее, он еще и забил вполне заслуженное восьмое строчное. Дальше в Новокузнецк. Магнитогорское дерби в рамках молодежной хоккейной лиги. Кузнецкие Медведи и Стальные Лицы встречались. И вот такая шайба Байраса Абдулина попадает на фит-парад. Во-первых, поставил корпус за четырыми воротами. Выдержал паузу раз, выдержал паузу два. Вышел на ударную позицию, осталось только попасть поворотом. Очень красиво. Далее другая команда из Санкт-Петербурга, а именно Динамо. И тоже на Дальнем Востоке, только в Хабаровске. Красотища в исполнении Александра Жабреева. Ну, как мы видим, какие-то санкт-петербургского Динамо любят и умеют попадать в наш с вами хит-парад. Делают это они каждую неделю. Не мешкая двигаемся далее и вновь к противостоянию Медведей и Стальных Лисов. И вот она шайба Дмитрия Шешина, на самом деле человек, который вполне себе в этом сезоне стал чуть ли не самым главным лидером в команде Стальные Лисы. Он много забивает, он много отдает и очередная красивая шайба в его исполнении. Причем он сначала сыграл в подыгрыше, потом еще и открылся, убежал и забил. Ну, а дальше шайба Макара Никишанина. И, честно говоря, если бы меня спросили, я бы этот гол отправил все-таки на первое место. Меня-то никто не спрашивал, а потому просто любуемся. Ну, потому что это на самом деле просто с чем-то. Никишанин забил, но здесь и Сухов поучаствовал, здесь и Даниил Лапин поучаствовал. Да там можно и еще всех остальных отметить. Это очень красивая шайба сибирских снайперов. Ну и, кстати говоря, на третьей строчке снова снайперы, только на этот раз Никита Челбаев. И, честно сказать, здесь, конечно, одна шайба с другой могут поспорить. Здесь тоже очень красиво, здесь тоже все в касании и в завершении. Только другие люди поучаствовали. Никита Челбаев забросил, Макар Никишанин сделал передачу, ну, ровно как и Даниил Лапин. Вот так вот, две красотищи. Четвертая и третья строчка соответственно. Далее красивая и оттого не менее важная шайба Ефима Мишкина. Победная в овертайме против Красной Армии. Вот проход Мишкина, посмотрите. Да, ему где-то, может быть, немного повезло, что от шайбы Корешкова отскочила. Она чуть вперед, и Мишкин попал по шайбе. Ну, как ввух, какая разница. Обыграл, бросил, забил и принес победу своей команде. Вот она разница. Ну, а шайба номер один на этой неделе в исполнении Максима Михайлова, игрока Санкт-Петербургского «Динамо». Смотрите, он одной рукой обыграл соперника, он одной рукой бросил. Ну, просто очень здорово, очень красиво. А еще это все было сделано в падении. Ну, здесь, конечно, согласны коллегами. Первая строчка заслужена. Максим Михайлов. Ну, и, как обычно, для вас озвучивал Артем Батрат. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова